здравствуйте друзья о том как пашет двухкорпусный плуг с мотоблоком Нева гибридным мотоблоком на шинах бизон и шина фермер постараюсь показать в коротких фрагментах видео на небольшом участке при подготовке его к посадке озимого чеснока и лука ну а самое главное вместе с вами сделаем оценку работы двухкорпусного плуга изготовленного на производстве и без доработок сразу в работу подробный обзор этого плуга с размерами и возможностями был еще весной вот так начинается испытание двухкорпусного плуга с мотоблоком Нева запаса мощности двигателя достаточно а вот веса мотоблока маловато и даже большие колеса буксуют и это при том что грузы находятся и в колесах и на носу мотоблока и общий вес мотоблока вроде бы не маленький 200 килограмм но маловато полного оборота пласта почвы не получается сидираты частично остается сверху и плуг мне кажется работает как бульдозер возможно потому что отвалы и лемехи еще не имеют зеркала но мое мнение что мотоблоком классу Нева именно такой плуг не по зубам он тяжелый а вот для сравнения так пахал этот мотоблок Нева самодельным двухкорпусным плугом это было предыдущие сезоны как вы думаете разница есть в этом а теперь в упряжке этого же двухкорпусного плуга гибридный мотоблок он и потяжелее и помощнее здесь двигатель 18 лошадиных сил шины агрессивные 6 на 12 дюймов под названием бизон у него большие грунтозацепы глубину спашки установил на пределе пробуксовки колес позже обязательно сделаю замеры глубины пахты на этих шинах и на новых шинах фермер которые показывал предыдущем видео а чтобы ответить на вопрос сможет ли этот плуг пахать так называемую целину продолжаю спашку под 40 летним деревом с многолетними травами здесь пахота идет немного посложней особенно при переходе из обычной почвы на целину иногда даже приходится мотоблок подтолкнуть а в целом пахать с этим двухкорпусным плугом и гибридным мотоблоком не сложно но качестве спашки мне все равно не может удовлетворить почва не переворачивается как это хотелось друзья хочу еще ответить на один вопрос который вы очень часто задаете в комментариях как произвожу развороты гибридным мотоблоком общим весом более 200 килограмм с тяжелым двухкорпусным плугом весом около 40 килограмм впереди мотоблока всегда устанавливаю противовес плугу мотоблок отбалансированный с плугом практически по нолям и достаточно нажать ручку разблокировки любого колеса и без усилий мотоблок сам разворачивается в нужном направлении наверное так легко не сможет сделать развороты мотоблоки с дифференциалом типа мотор сич и мтз особенно при выезде с борозды если я не прав поправьте меня в комментариях мотоблок с плугом друзья практически везде пашет сам в эту веке мне только надо лишь успевать бегать за ним и снимать видео и только иногда можно целинном участке все-таки подбуксовывать и приходится чуть-чуть помочь а теперь пора дать уже ответ на вопрос какая же глубина пахоты с гибридным мотоблоком на шинах бизон с большими грудно зацепами потому что дальше пахота будет идти уже на других шинах и там тоже будет замер глубины итак друзья глубина пахоты на разработанном участке получается в пределах 17 сантиметров а вот глубина пахоты на целинном участке под деревом и многолетними травмами тоже почти такая же около 16 сантиметров наверное это тоже нормальный результат итак друзья подкатились к мотоблоку новые шины фермер 6 5 на 80 диаметром 15 дюймов у них протектор шире большее количество грунтозацепов но меньше высота этих грунтозацепов о том как производил установку шинных характеристик я показывал предыдущем видео и первое впечатление от работы мотоблока на этих шинах наверное чуть увереннее сцепка колес с почвой более стабильные промолинейное движение мотоблока на участках где мотоблок на шинах бизон немного буксовал и плуг с мотоблоком уходил в сторону особенно на целине то уже мотоблок на шинах этих фермер идет более ровно как по рельсам и усилий практически не прикладывая так что в данном случае именно при данном состоянии почвы возможно большую роль играет не высота грузозацепов а их ширина и количество при контакте с почвой многих будет интересовать еще вопрос параметры пахоты двухкорпусного плуга мотоблока на новых шинах это ширина пахоты за один проход и глубина расстояние между четырьмя гребнями составляет 60 сантиметров значит за один проход двухкорпусный плуг пашет около 30 сантиметров и это при том что каждый плужок по своим характеристиках может пахать побольше 16 сантиметров то есть в итоге 32 но переместить правое колесо на наружу можно еще и таким образом добавим пару сантиметров теперь глубина пахоты на шина фермер на данном участке получается в пределах 16 сантиметров а на других участках доходило и до 19 я думаю как для мотоблока то даже и на таких шинах тоже это неплохой результат и это при том что упорным колесом глубина пахоты была установлена максимально на пределе пробуксовки колес вот такой получился участок для зима лука и чеснока маркером делаю борозды высаживает все двухрядная сажалка это супруга вон там на горизонте и пришли к выводу что на зиму участок лучше накрывать ветками цветов чернобривцы петуни а уже потом при желании можно небольшим слоем листьев ну и скажу что это оказимый лук чеснок может выдержать морозы в 25 и 30 градусов ну ладно немного ушел в сторону не по теме теперь давайте вместе оценим работу двухкорпусного плуга заводского изготовления и его работу без всяких доработок начнем с плюсов ну во первых понравилась мне работа мотоблока с шинами под названием фермер неплохая сцепка колес с почвой теперь о плуге неплохое качество материала плуга толщина лемехов и отвалов стойки плугов неплохие две шины по 10 миллиметров рама с профильной трубы 40 на 40 толщина стенок 3 миллиметра но жирный минус на мой взгляд это малое расстояние между первым и вторым корпусом в длину почву со второго корпуса ложится на заднюю часть отвала первого корпуса если пробовать разнести корпуса друг от друга в длину то между ними тогда остается не вспаханная почва а должно быть перекрытие между корпусами 5 10 миллиметров кстати друзья пока готовил видео публикации состоялся разговор по телефону с производителем и обсудили вопрос как можно улучшить работу плуга пообещали для этого направить для испытаний плужки с другими параметрами надеюсь до морозов завершу пахуту участка седиратами уже другими плужками возможно некоторых районах уже снег сейчас чистят но у нас пока такая погода и тогда мы точно уже сделаем вывод достойный такой плуг вашего мотоблока или мини-трактора но мне при любом раскладе такой плуг точно не нажим не за качество потому что у меня уже есть самодельный двухкорпусный плуг и для запахивания седиратов зиму он меня устраивает там есть и отрезной диск для второго корпуса рама более компактней больше всевозможных регулировок так что кому интересно посмотреть как будет проходить пахота с двухкорпусным плугом но уже с доработками не забывайте подписаться на канал нажать на колокольчик чтобы не пропустить новое видео задавайте вопросы и предложения по доработке этого плуга в комментариях интересно услышать ваше мнение кто пользуется таким клубом но если видео понравилось поддержите лайком критические комментарии дизлайки тоже принимаются на всем друзья здоровья добра успехов и до встречи на канале до свидания дизлайки